Цены реально неплохие. Молоко и кофе дешевые, это выгодно. Самый большой немецкий магазин ведь тоже так начинал. И у них тогда были цены дешевле. Немцы вспомнили те времена, когда в 1990 году открывался первый немецкий западный магазин в бывшей ГДР. Так же, как и у немецких конкурентов, в этом российском магазине присутствуют в продаже не только продукты, но и множество товаров для дома. Множество этих товаров импортировали напрямую из России. Написано на русском, но покупатель сразу понимает, что это влажная туалетная бумага. С другой стороны, стоит все и на немецком. Так же и винные бокалы импортировали напрямую из России. Потрясающая цена. Шесть стаканов. Поднимите их. Они нелегкие. Они массивные. И российское качество в разы лучше, чем китайское. Не всегда все очень красиво, но зато долго служит. И для российских покупателей это очень важно. Этот магазин отличается всегда разнообразием ассортимента. Нужно признать, что у этой сети магазинов реально инновационная бизнес-идея. Продавать те товары производителей, которые произвели больше продукции, чем было нужно. Особенно в отрасли продуктов питания. Такого в Германии ранее никогда еще не было. У нас были похожие магазины, но они не продавали продуктов питания. То есть эта бизнес-идея инновационная. Да и цены у них дешевле, чем в самых дешевых немецких магазинах. На данный момент они уже открыли 10 магазинов. Большинство из них на востоке Германии. Мы хотим посетить некоторые из этих магазинов. В ассортименте очень много различных консервных изделий. Особенно очень дешевые колбасные изделия. За литр молока мы платим 64 цента. За 8 рулонов туалетной бумаги всего 1 евро 85. Мы едем дальше. Хотим взглянуть на еще один магазин. Здесь этот магазин называется «Светофор», как и сеть магазинов в России. Этот магазин также посещает множество клиентов. Раз в неделю мы просто обязаны сюда наведаться. Здесь каждый раз новые скидки. Ты сюда заходишь, и когда есть классные скидки, тогда эта новость быстро распространяется. И люди покупают это. Дешевле уже некуда.